Димон, спасибо. Прекрасное интервью с фанатом. Очень люблю эти интервью. Всегда фанаты разные, и Дима их очень здорово выцепляет. Меня даже в Твиттере кто-то написал, что я постоянно нахожу у Димона разные новые таланты. Ну, посмотрите, какой талантливый человек. С кем угодно общается. С человеком в Кильте пообщался, с человеком из Амстердама. И даже Лысого нашел. И даже Лысого нашел, да, друзья. Это, кстати, был очень прикольный врыв вчера. Уже клипы там по интернетам гуляют, по социальным сетям. Найдите, обязательно посмотрите. Не согласен, что ли? Ну ладно, бог с тобой. Слушайте, мы говорили, когда команде Ликвид на протяжении турнира, и даже предматчевая аналитики, мы говорили о том, что у них была такая проблема в начале турнира, по крайней мере, что они не имели особо собственных задумок. Они заимствовали щиты другие драфты. Тыры-пыры, восемь дыры. В общем, сейчас просто эта карта, это был идеальный пример того, как Ликвид уже с заготовкой пришли. Это было очевидно. То есть драфт прекрасно реализован. У них была идея в этом драфте. И они эту идею реализовали за 11 минут, по большому счету, выиграв эту карту. Это был, по сути же, главный недостаток Ликвидов, который мы могли выявить. Сейчас команда очень здорово набрала форму. Вы согласны? Согласны. Люблю, люблю. Узнали? Согласны. Ну что тебе еще ответить? Да, конечно, они первые матчи играли весьма посредственно. Пытались воровать драфты, в общем-то. И Джейдж, который не раз появлялся на послематчевых интервью у Кристалла Мэй, он говорил, да, вот так получилось, что там Дроу Рейнджер и Медузу мы украли. Да, и получилось победить. Здесь уже действительно заготовка, действительно какая-то подготовленная игра, подготовленная стратегия от Ликвид. И это круто, в общем-то, потому что готовится к таким серьезным соперникам, как ЕГЭ нужно. Они знали то, что там будет пикнут Дарксир. Они знали, что можно будет ответить Ченом, взять Матумбе какого-то Вайпера. Ну, Вайпер, возможно, это, кстати, не сколько заготовка, просто они увидели пик Магнуса и как-то сразу же решили, что типа все, если это пик Магнуса, то там 100% Фантомка, и мы сразу же ответим Вайпером. И это как раз дополнительный вопрос вот к Бульбе. Если он собирается реализовывать комбинацию Магнус-Фантомка, почему он не банит Вайпера? Если ты хочешь пикнуть Фантомку, даже без Магнуса, вообще неважно откуда, ты все равно должен Вайпера забанить, ну или забрать сам. А тут мало того, что он не банит этого Вайпера, так еще и, в общем-то, отдает этого Вайпера команде, которая с этим персонажем играет при любом удобном случае. А тут уж, ну, подавно. Я, собственно, эту мысль как раз озвучивал для того, чтобы подвести к тому, что Ликвид сейчас на драфтах очень здорово себя проявили на первой карте. Понятно, что на второй все может сложиться абсолютно иначе. ЕГ нам это продемонстрировали вчера в матче против Сикрет. Просто, ну, сейчас Бульбе действительно стоит как-то повнимательнее отнестись к таким моментам, что ли. То есть он получил очень много ответов на свои, ну, скажем так, погрешности, которые он допустил в драфте. Я думаю, принципиально новую сейчас какую-то стратегию ЕГА будут нам показывать. Скорее всего, да. Пейна они очень котируют на этом турнире. Персонаж со 100% винрейтом для Evil Geniuses. Возможно, с него могут попытаться начать. Хороший лайнер, правда, ну, далеко не самый универсальный. Но могут попробовать. Так, ну, Дроу Рейнджер есть еще, опять-таки. Можно Дарк Сиро забанить. Мне кажется, Ликвид Дарк Сиро что-то уже не особо боятся. Если у них ПП, могут попытаться сами. Все, еще в пуле. Клешня может быть, кстати, весьма актуальной, потому что... Дуровка для ЕГЭ. Нет, шейкера. Здесь должны забирать Дарк Сиро плюс один. Ну, тут, да, Дарк Сир настолько, настолько вообще удобная игра для Дарк Сиро против Дроу Рейнджера. Я уже говорил об этом сто раз. Там любой вообще персонаж, который с Дроу Рейнджера в комбинации появляется, это... Ну, Морф, ладно, не самый приятный, наверное, соперник для Дарк Сиро. Но там Медуза какая-то, если появится, для Дарк Сиро это вообще кайф. Иллюзия Медузы сильнейшая иллюзия вообще, которая только существует с Wall of Replica. Разве что, ну, не знаю, может, иллюзия Террор Блейда с Метаморфозой может сравниться. Ну, тут решили Шамайча с Клешней взять. Ну, тоже достаточно метовый драфт, на самом деле. Опять же, они ничего пока не следят, ничего не открывают. У тебя есть опция поставить Скорпион в офлэйн, как вариант. Третья позиция, то есть тоже совсем все карты не раскрываешь. То есть если сейчас увидят какого-то там такого героя, и нужно будет земель, а то они такие, ну, вообще не проблема, просто его добирают. Ну да, ЕГЭ открываются на самом деле с такого персонажа. С первой позиции, второй позиции. Артик был в студии аналитики, говорил, объяснял, почему Дрова Рейнджера первым пиком, это плохо. Потому что первыми пиками... И где они теперь? Да, я понимаю. Но, видимо, Virtus.pro недостаточно хорошо играют. Возможно. Но все команды, которые берут дровку на ФП, вот сейчас сидят на первом, втором или третьем месте. Тоже стоит повод... Небольшой вот повод задуматься. Я еще не видел ни одной игры Дарксира против Дрова Рейнджера. Была, наверное, где-то, но я что-то не особо помню. Ну, бан Шторма, конечно же, Сумаила. Вован в своем недавнем интервью Кристалмы отмечал, что это вообще самый сильный персонаж сейчас в Термсфире. Да. Это один источник в нынешнем патче. Он именно в рамках командной игры очень много дает тебе, потому что вот эта возможность пролететь, убить кого-то героя. Ну да, в общем-то, что значит самый сильный? Он просто сильный. Он просто хороший, да. Потому что если у тебя нет героев, которые способны со Шторм Спиритом как-то сволодать, то тебе трудно очень играть. А саппортов он твоих легко вырубает. В Лейте тоже очень мощный, опасный. За БКБ, за какой-нибудь Арчи, за Сайланс. Мы тут, кстати говоря, думали, как вообще Шторм Спирита поменять, чтобы люди перестали качать вот этот сумасшедший какой-то талант на Ремнанты на 25 уровне. Может сделать, чтобы у него Вортекс... Кого? Шторма? Ну нет, а талант на Ремнанты. Ну, так понятно, что его надо чем-то заменить. Добавить 200 урона на Ремнант просто. Или заменить, или просто сделать второй талант чуть-чуть более имбалансным и приятным. Второй не сделает этот талант менее имбалансным, как он есть сейчас. Типа Ремнанты реже, чтобы кастовались. Ну, либо увеличить дистанцию до пыли нового, либо опять же заменить его на что-то другое. Например, там просто урон Ремнантам. Просто урон на Вортекс. Ну, что-то такое. Лучше мы думали, что прикольно было бы сделать, чтобы Вортекс пробивал БКБ. Там есть такой талант. А был вроде, да? Там есть такой талант. Это оверлоуд пробивает БКБ. А, да. Все верно. А Вортекс увеличивает длит. Вы что, с ума сошли? Вортекс пробивает БКБ. Все, 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 ты прав. И туда еще Аганим на Шторма, чтобы можно было чаще собирать тогда. Берешь талант на длительность Вортекса, Вортекс пробивающий БКБ и Аганим, и как засасываешь все. Хотя, наверное, это слишком. Это тоже будет. Наверное, это слишком. Это хорошая замена текущему варианту, потому что... Но это еще более имбовая. Это такая же имба, да. То есть это нехорошо. Что, забрали морфа сами себе. Вот ответ Земеля, которого банили в первой карте. Земель мне пока нравится. То есть это вот тот самый парень, который умеет быть на первой позиции в плане вкатываться вперед, потому что он очень жирный, очень сильный. Оракл в пике был у ЕГЭ, да, на первой карте? Да. Из вот этих персонажей, которые у нас периодически становятся гостями первой стадии либо драфтов, либо пиков, самый низкий винрейт имеет, я посмотрел. Оракл? Да, именно так. Ну, видимо, немножко переоцененный герой. Раньше его банили на первой стадии драфта, а сейчас, видишь, про него все, ну, как бы, забыли. Ну, делаем, типа того. Ну, учились играть... А? Учились играть, брать героев, которые вкусят героя, либо которого не вкусят, ну, семейтого возможности вкустить разных героев, не только того, который сэвит Оракл, или вот тот же Шторм ворваться в Оракл, например. Поэтому, может быть, у него и похуже стали дела. То есть, мета же, она циклично и повторяющаяся постоянно, но она развивается каждый раз своим путем, и вот поэтому Оракл пришел, Оракл ушел. Сейчас берут там Арфан, дровку, то дай вот даже мете там, не знаю, 2-3 недели, не меняя патч, файл, возможно, что дровка вообще просто выпадет из мета, и никто не будет ее никогда брать. Потому что что-то дают, что прямо закрывает ее вот от и до. Я вот думаю про Медузу сейчас для ЕГЭ. Хотят ли они вообще Медузу играть здесь? Вроде нет ничего такого, что помешает. Ну, Морф есть. Неприятно. А чем неприятно? Становится Медуза и стреляет в тебя. Кидает змейку так же. Ну, наверное. Типа жив сам, жив иллюзии вот этой сильной, в которой он превратился в очень такой плотный получается персонаж. Морф — это просто универсальный герой, поэтому так можно практически про любого персонажа сказать, что вот есть Морф, и что-то как-то не очень хочется играть Медузой, не очень хочется играть Террар Блейдом, не очень хочется играть Фантомкой, не очень хочется играть Лайф Тивером. Хочется играть Сларком. Не очень хочется играть... Хочется играть Сларком? Нет-то. Сларк, по-моему, настолько... Не, не, мы сейчас... Мусорный герой сейчас что-то. Именно, и поэтому Морф не становится Сларком. Ты понимаешь? Я понял. Там есть четыре, правда, других еще героя. Ну да, но Медузу забанили. Если стоит задача найти пять мусорных героев, в этом я мастер. Студия-аналитики легко справятся с этой задачей, если вдруг потребуется. И выучить талант посоветиться тиммейтам на двадцатом, чтобы хоть кого-то полезно брать. Второго Скорпиона, второго Шаду Шамана. Короче, инвокера Андрея, вот этого СФа Ярославского, снайпера с верститомом Рапирой. И вот еще двух нам нужно добрать. Сларка и еще одного. Снайпер, но нельзя качать Шапнель. Да, и Рапиру первым слотом. Ну, даггер, рапира, медас. Я, честно, в какой-то момент потерял уже нить вашего разговора. Все, забудь. Это ничего серьезного. В действительности тут сейчас нужен бан ЕГЭ для героя Матумбы. Какого-то очередного. Я бы, честно говоря, какого-то Некрофоса бы забанил. Вот серьезно. Я каждый раз, когда вижу Лондруида, Лондруида тоже можно побояться. Да, и пуш-стратегия хорошая получится. А не пикнут ли ЕГЭ Алхимика? Не, они могут, но зачем? Пик будет у Ликвид. Они пикнут Алхимика, там придет Урса или Манки Кинг, и ты уедешь на третьем месте. Опять же, у тебя есть дровка, и до сих пор она бафает только Байна. Это такая себе дровка. И играть из-за того, что дровка у тебя кэрри. И все это просто твой кэрри. То есть тоже не самый хороший герой. Вот смотри, Манки Кинг это забаннили. Может, они реально сейчас Алхимика пикнут? Это будет жестко. Это будет жестко, да. И не очень эффективно, мне кажется. Ну, я считаю, что Ликвид найдут, чем ответить. Просто да, они же уже играли против этого Алхимика, знают, как это работать будет. В прошлой игре они снайпера использовали, но тогда Алхимик был ласт пиком, по-моему. То есть взяли снайпера Ликвид, и потом был Алхимик. Да, там еще инчар пики было. А может и не так? Может, Алхимик был реально ласт пиком? Точнее, не ласт пиком. Нет, Алхимик на ласт точно залетал. Уже сложно вспомнить. Это, по-моему, в групповой стадии, да, где-то было? Первый день, да, был. Да, там Пларк. Там Пларк. Универсальный герой. Ну, это и теперь есть баф. Теперь баф есть, но можно опять взять Вайпера, который и против Кентавра хорош. Можно какого-то Веномансера взять. Веник, Веник. Веник лучше будет. Не знаю, по-моему, ЕГЭ... Немножечко так себе, да, задрафтили, в моем понимании. Ну, поглядим, поглядим. Все-таки на прошлой карте мы тоже говорили, что у ЕГЭ драфт хороший. Оказалось, что не проиграли за практически 15 минут. Просто не сыграли, как говорится. Да нет. Мне казалось... Вот если бы... Мне пришлось бы заливать хату, я бы залил ее на ликвид. Но мне казалось то, что ЕГЭ что-нибудь придумают. Ну, вот сейчас они как-то начнут там таскать по карте. Ну, вот Фантомка что-то купит. И вот, ну, не знаю. А если мне нужно было заливать хату, я бы на ту карту не заливал просто. Потому что если есть такая опция... Если так, то я тоже бы не заливал. То есть это не совсем было очевидно. Тут, да, уже не осталось, знаешь, мне кажется, таких абсолютно очевидных каток. Вот думает сейчас Куру над ласт пиком для Матумбы. Вариантов здесь много. Вряд ли Куру попал в какую-то, знаешь, безвыходную ситуацию, как это сейчас-то бывает. Скорее, наоборот, есть выбор. Просто есть та вот ситуация. Я как думаю, сейчас он сидит. Вот вариант подпушить, не подпушить, взять, не взять. Снайпер. Это зря, мне кажется. То есть это вот не очень хороший удар. Знаешь, хорошая темпларка, она и вайпер выигрывает на миде. А снайпер уж тем более. И Виномансера выигрывает. Но снайпера она выигрывает подавно, на мой взгляд. Не, потому что Великий потом поиграет сильно мешает, хоть он у нее и выигрывает на линии. А снайпер-то он ей что, она прыгнула, убила его. Странно, что Куроки Виномансера не вспомнила. Слушай, ну я все равно здесь на ликвид вас поставлю, пожалуй. А я на эгэ. В этот раз не буду придерживаться своих предрассудков. Вот за счет тампларки, конечно, могут придавить, придушить, но снайпер, он в целом против Дрорейнджера неплох. И против тампларки вот где-то тридцатая плюс минута тоже хорошо работает. С той самой рапирой. И с мидасом. В этот раз мнения аналитиков разделились, а вот зрители остались при своем. Три четверти зрителей нашей трансляции на Твиче поставили на команду ликвид. Ну что, друзья, вторая карта финала нижней сетки на ваших экранах. Передаем слово комментаторам. Лично мне Кура напомнил вот этим своим движением в конце драфта. Киевский мейджор и вот этот вот, парни, что мы надрафтили, играем душой, какая же им... Ну, то самое. Вообще, да, но очень долго думали над последним пиком. Но прям вот видно было, знаешь, вот это мужицкое решение. Там был небольшой спор в кабинке такой. Вот типа берем это и разваливаем. Ощущение, что ему все говорили, ну возьми, ну возьми снайпер. О, ладно, берем снайпера. Ну и фиксируем, да, заберем. Если проиграем, третью выиграем. Но там уже буду решать я, что будем брать. Там уже буду я решать. Там будешь играть на Веномансере, на Вайпере и на всем, чем только можно. Ну, Liquid.com круто начали. На самом деле, ЕГЭ, может быть, где-то не проснулись. Может быть, не ожидали такой прыти. И более того, во второй стадии игры первой было видно, что, в общем-то, они способны сопротивляться. Что еще хотел добавить? Дрорейнджер, ферст пик турнира, самый опасный герой, как мне кажется. Плюс ко всему, ЕГЭ, если посмотреть на баны команд против ЕГЭ, все банят постоянно Эр Спирита. Здесь его не забанили в первой стадии, его ЕГЭ не взяли, его взяли во второй стадии. Эр Спирит открыта. Это, ну, это просто что-то. И я сейчас рассчитываю на то, что ЕГЭ максимально жестко отыграют. У них все карты на руках. Да, должны, должны, хочется верить в это, потому что, ну, как-то скучно будет элементарно смотреть финал нижней сетки со счетом 2-0. Согласен. Ну, просто вся вот эта аналитика наших аналитиков, да и любого человека, она ломается зачастую об таких Эр Спиритов, который закатился за Гангл Мид, ни сверху, или наоборот ничего не сделал. Вот, кстати, он. Как пойдет. Да, начинается вторая карта, счет 1-0. Напоминаю, что в пользу команды Team Liquid. Давайте смотреть это. Я буду орать, если он будет круто играть. О, смотри, что он делает. А вы так можете? На палке. Это, слушай, это еще плюс-то рок играет, это какая-то отсылочка по любому какому-нибудь произведению. Это типа серфит, слушай, на палке. Да, нормально. Мне в детстве часто снилось, что я так делаю. Но в реальности ни разу не получилось, к сожалению. Подождите, что ты на палке так же катаешься? Да, да, да. Да, да, на палке. Жестко. Так, ну что, по вижену я смотрю, в миде пока что есть два варда от обеих команд. Судя по всему, втроем пока что будут на топе бороться за баунти руну команда Liquid. Кстати, еще одна сигнатурочка, кентавр для S4. Ну, короче, все прям свое набрали максимально. И этот бейн для флая. Ждем супер жестких спасений. В общем, я хочу, чтобы было 2-1. Если вчера было 2-1 всегда, почему сегодня нет? Ну, спокойное начало, поровну разделили баунти руны, расходятся по линиям, на топ отправляется. В итоге дровка будет помогать там бейн фармить. В миде Матумба на снайпере очень интересно будет. Посмотреть за М4 уже сапожка, сапожка на ловкость имеется, закуплено. Ну, в сумме 8. По 2. По 4 пары как раз. Ну и против темпларочки будет стоять, посмотрим. Темпларка тоже, кстати, ну, периодически подзабывает про этого персонажа, да. Мы иногда видим ее в бане, да, ее подбанивают. Но персонаж-то хорош. Особенно по дровку вполне. Да, у нее проблемы со скоростью атаки. Да и вообще персонаж не про скорость атаки. Сверху нападение на Артизии. И ФБ. Да, ФБ вкатывается сюда. Крит на развороте пытается пробить Кура. Кура должен погибать. Но в любом случае, Кура забрали у команды Вилджиниуса. Неприятное начало для Дроу Рейнджера. Ну, я бы сказал, что здесь конкретно больше ФБ решает. То есть там этот фраг на первом уровне. Но за ФБ ты все-таки получаешь бонус. И Крит чуть-чуть в нее успел вкатиться. Передной подкоп. А вот теперь вкатился. Сентгин, Майнд Контрол. Ему довольно больно. Майнд Контрол погибает. Это еще один фраг в копилку команды Вилджиниуса. Какая у нас агрессивная дота с первых минут буквально начинается. Крит уже разваливает, по-моему. Просто есть еще один важный момент. Рус Пирита же в принципе на турнире практически не было. И, ну, мало было. И когда какой-то герой появляется редко, типа Чена на прошлой карте, команды зачастую немножко забывают, как против него играть. Вот ЕГ забыли, как играть против Чена первые 12 минут, лишились бараков. А здесь вот промазал. Ну, первый раз промазал, ничего страшного. В любом случае здесь Флай выходит, прогоняет Джаш, просто не позволяя подойти к своему кору. Ты правильно делаешь. В это время внизу продолжает стоять СФО. Против него дабла в виде Кура и морфинга здесь фармящего. И СФО, в принципе, я так понимаю, будет пачку крипов. Забирать на себя. У него очень много регена. Два щитка себе также взял. Да, ну два щита это классика сейчас уже. Там драка в лесу, в чужом. Погоня за майн-контролом прямо сейчас у нас происходит от крита. Майн-контрол здесь тоже забирает пачку крипов. Скорее вот то, что сверху похоже больше на драку нам показывали. Флай, Фрэнсап и Джейдж. Какой толстый Джейдж. Ну, это Шалу Шаман. У него очень много урона с руки. В итоге делает фраг, забирает Бэйна. А что, Артизий не хотел помочь своему другу? Видимо, не очень. Тут крипы, понятно. Артизий хотел помочь, но посмотрите, как ему разбили лицо крипы. То есть он даже... Если бы он пошел дальше, Шаман бы еще его там где-нибудь отметилил. Было бы совсем плохо. Я рассказал про страшные вещи в команде ЕГЭ, но... Давайте посмотрим на мату. О, Джейдж! Невероятно просто. Он вездесущий. Он умудрился сделать фраг на линии, перетянулся в мид, помог по... На последнюю ману. Да, и отправился на базу. Но в это время СПО проблемки небольшие у него, пробивают. Пачка хрипов бежит за ним, но вряд ли его здесь удастся забрать. Ну да, он очень плотный. Так вот, если говорить о страшных вещах, ну помимо Джейджа, который, видимо, может на всем... Вот, вот он. Вот этот парень, Морфлинг от Миракла. Морфлинг, в принципе, на этом турнире от любого такого сверхкрутого исполнителя очень опасен. Но Миракл вчера выдавал невероятные игры. Так, ждем Эрспирита. Нет, не ждем Эрспирита. Нет, нет, его рядом. Просто прогоняют подальше. Эрспирит пока что затаился. Стратегическую позицию занял около тавора. В это время СФО уже аж до Т3 добежал. А СФО сейчас вообще погибнуть может? Вообще-то да. По такими темпами Кура выходит. Еще тычка. Крит здесь подсевливает. Врывается на Кура. У Кура проблема. СФО не успевает дать станд. СФО погибает, а Кура просто делает и паут. С ума сойти. Просто солянка от Оракла. Он стянул Эрспирита. Он забрал Кентавра в соло. Кентавр еще отвел кучу крипов. Их сейчас не заберет, потому что он в таверне. Это провал. Единственный, кто немножко выиграет от этого в команде ЕГЭ, это Крит, который сейчас экспы получит. Для него это важно. Но опять же, он стянулся. Он не успел помочь. Ну, провал. Провал. Да, пока что так. Но в целом ситуация не самая плохая для обеих команд. Есть небольшое преимущество за команды Ликвид. Как дела в миде? Как-то мы упустили это немножко момент. Темпларки чуть получше. Да, дела обстоят. Мы видим по фарму. Снайпер немножко подпросил. Но, в принципе, даже неплохо напрягает. Так, Сумаила. Сумаил тратит фласочку. Если бы Сумаил тогда еще сделал этот соло-килл, это было бы очень круто. Но так Снайпер чуть-чуть подровнялся. Вообще, самая опасная ситуация для ЕГЭ, это Морф, который на фрифарме. 25-15. При том, что дровка не на фрифарме. Хотя сейчас удалось немножко со сложной линии соперника прогнать. И Артизия там тоже чувствует себя здорово. Так, там Шаду Шаман. Ну, ему не подойти. Кура в инвизи. Вот Шамана бы лучше было быть в инвизи. Можно было попробовать забрать. Все-таки Шрапнель. Моментальный минус рефракшн. Смотрите, как быстро спадает. Да, очень быстро исчезают щиты. Ладно, в итоге на топ. Перетяжка идет от команды Ликвид. Возможно, драка будет там. Подтягивает сюда Кура. Здесь уже Джаш. Готовы выходить, если что, например, на Флая. Да, Флай идет вперед. Его подкопали. Есть врыв. Флай. Хороший гаст. Есть слип также. И Салин заканчивается. Ну, будем считать, что Флай отработал живым щитом. То есть Артизи там даже не пытался ничего сделать. Но из печальных новостей баунти-руны верхние отдают. Хотя снизу заберут ЕГ. Да, две баунти-руны забирают. Отличная игра от С4. Еще и Мираклу тут попинали немного. Да, кстати, неплохо. Он достается так. Он, конечно, подперекачался немножко в силу. Там С4 до конца идет в стамп. Пошла перекачка. Миракл до конца контролирует этот момент. Но, да, довольно нагло здесь его загнали. В это время на топе продолжается драка. Подкопали Артизи. Артизи погибает, отправляется в таверну. Крит. Неплохой камень закидывает. Крит забрать Джаша. Джаш погибает. Один в один пока что размен. Миракл там бегает на двух одном хп. Просто ничего не боится. Такое ощущение, мне кажется, что он может просто Тауру умереть. Такими темпами. Ну, с одним хп есть ощущение, что ты умираешь от любого урона, который в тебя залетает. Потому что это минимальный урон, который можно нанести. Поединички тебя всегда снимут. Ну, Миракл так играется. Он вообще... В такой ситуации неплохо было бы взять маску для лайфстила и моментально себе на лайфстилить все хп. Но вот он не любил до этого момента. Возможно, он сейчас это и сделает. Учитывая то, что он идет в боковую лавку. Он никогда еще не брал. Он всегда брал... Нет, он взял маску. Ситуация следующая. Ты стоишь против Кентавра. По-любому будет выбивать из тебя хп. И тебе выгодно с лайфстилом размениваться с ним по хпшке. Потому что он не имеет такой возможности так быстро установить себе хп, как Морф. Морф просто перекачается на ловкость. У него будет маленький хп-пул. И буквально за 2-3 удара об крипов ты уже восполнил все. Логично. И опять же, Миракл не играет по шаблону. Он всегда играет по ситуации. Как и любой хороший игрок. Сверху опять у нас. Вот практически нет выхода вниз. Никто не мешает Морфу. Только Морф сам там какую-то движуху навязывает. А Артизи прессует. Так, есть подкоп. Достали до Артизи. Крит врывается. Отлично на развороте по Джашу. Кура здесь также. Джашу очень больно. Флай пидержит. Заслипали Кура. Джаш далеко. А продолжение будет какое-нибудь по куроку или нет? Нет. Не хватает ресурсов. Хотя Крит все очень круто сделал. Он дал камень по двоим даже. Не по одному. Но это такие мелочи, которые вообще никак не повлияли в данной ситуации. Да. Исфор смещается в лес пофармить. У него здесь хорошо. Скоро будет у него фейзы такими темпами. Недолго до этого артефакта осталось. Ну и что получается? Снайпер с темпларкой вровень отстояли. А это нехорошо для темпларки. Дроу Рейнджер постоянно какой-то прессинг идет. Крит врывается на Джаша. Газ залетает. Хороший. Крит нужен еще буквально один удар. Сюда перетянулся Матумба. И на развороте сейчас будут избивать Крита. Криту очень больно. Крит буквально еще на один удар. Он погибает. Отлично убегает отсюда Флай. Артизи тоже уже далеко. За Флайем. Неужели по Тавару пойдут? Майн-контрол бежит вперед. Но Флай уже далеко. Он не стоит того на самом деле. Проще вот так вот с большой пачкой побить вышку немного. Там в миде тем временем также идет осада Тавара. Крит. Майн-контрол. Крит врывается неплохо. Есть просветка. Майн-контрол очень больно. Еще один буквально удар от Сумаила. И Майн-контрол погибает. Крит старается. Не все получается пока так, как он хочет. Но очень важный фраг. Вот это самое ужасное, что могло произойти. Соло-килл от Free Farm Marfa на кор-героя. О чем и говорилось. Да, масочка все-таки действительно здесь помогает. Да, без масочки вряд ли бы получилось. Но и вообще большой уровень. Огромный фарм. Матумба-мен забирает Флай сверху. Все-таки Флай вылез из леса. Так, в это время в миде на Джаши врываются. Джаш еще тычка. Да ладно, не попадает. Ти-блейдс. Ой-ой-ой. Джаш выживает. Очень плохо. Сумаил. Рефракшн. Отходит отсюда. Сейчас важно не попасться. А Сумаил попадется под Баро-Страйк. Да-да-да. Да-да. Здесь у нас также Флай на подстраховке. Потягивается Матумба сюда. Начинает расстреливать Сумаила. Джаш тоже здесь. Имеется Хек. Сумаил очень больно. Щиты в откате. И Слип, конечно, какое-то время выиграли. Но все-таки забрали. Здесь Темпларку. Отличный фраг получился для Ликвид. Дабл-дэмэдж за контролем Миракл. Возвращается обратно на линию. Кентавр не шестой. И из-за этого вот такая ситуация. Так бы смогли убежать. Но пока Ликвид, конечно, передушивают своего соперника. Как не старается там Крид что-то загангать вместе с Сумаилом. Как не спасают свою дровку, все равно сверху линия потеряна. Вернее, тир-1 вышка. Миракл танкует. ДД заканчивается. Выходит сюда С4. Абсолютно нереально взять. Вот пока только Эр Спирит с каким-то Сайленсом может залететь. Попробовать что-то сделать. Но опять же нужно очень все круто делать. Так, чтобы Миракл не успел нажать кнопку заветную. Не самая простая цель. И Крид пока что предпочитает на других линиях. На миде. Возможно драка будет. Да, потому что три героя выходят. Опять пытаются подцепить Сумаила. Но Сумаил в этот раз успевает убежать. Не успел контроль закинуть Джаш. Хорошо. Хорошо Сумаил отыграл. Если бы попался, было бы печально. А так даже Криду не пришлось сюда перетягиваться. Не очень нравится то, что сверху Сенкинг фрифармит. Опять же. Вот как-то все на фрифарме. Снайпер нормально на миде. Морф вообще соло киллы делает. Сенкинг сейчас поднимается по Нетворсу. Да, ну а у ЕГЭ пока все не радужно. У них там Артизи, ну, опять же, сместился в лес. С получением шестого это, опять же, нормальная практика на Дроу Рейнджера последнего времени. Но вот у Темпларки все не густо вроде бы на центральной. Баунтируны снизу сейчас будет замес. У нас супер-мега сплит-камера. Внизу драка. Внизу драка цепляет у нас здесь Флая. С Таном, конечно, топнулась Фо. Но Флай, наверное, заберут. Там врывается Миргл. Также Флай. Успел кинуть слип. Саленс. Хороший от Артизи. Гораздо хуже. Да, нормально. Ну, наверное, стоит оговориться, что ЕГЭ не так много проигрывают. Просто немножко удручает, что практически каждый микромомент, они оказываются в небольшом минусе. То есть это давит, это давит их постоянно. И вот они тысячу проигрывают, две. Немного можно отыграть, но, опять же, все вот эти микромоменты... Знаешь, из этих немного потом может сложиться и много. Если вот так вот потихонечку по одной тысяче там в несколько минут будете отдавать, а потом уже ты оглянешься назад, а там уже и пять тысяч, и что с этим делать непонятно. Ну, как купе говорит, нам небольшое преимущество, все, мы его не отдаем. Ну, во всяком случае, в большинстве ситуации. Да, в это время в миде выход на Т1 поставили Змеек от Шадоу Шамана. Приходит сюда Самоил. Взрывается трейпа. Змеек нужно бы зафармить, конечно. Зафармят. Ну, нормально. Там еще, по-моему, одну заденяли, даже, если не ошибаюсь. Но... Тауэр деняет также Кура в миде. Не отдает дополнительные денежки. И вот внезапно три тысячи преимущества уже за командой Ликвид. В это время Майнд Контрол продолжает фармить. У него 1100 на руках. Скоро появится такими темпами и Блинк Даггер уже. Миракл уже скоро у соперника под Фонтаном, видимо, будет фармить. И вообще не пытаются с ним ничего сделать. И я даже не уверен, могут ли они. У них есть Терр Спирит, но непонятно, какая там раскачка. Есть ли Сайланс. У них есть... Да, Сайланса нет. Вот очень популярная тема, почему об этом я и заговорил. Что очень часто сейчас берут вот такую вот раскачку. Ну а без Сайланса, как ты, Марфа, вообще... Что ты с ним сделаешь? Контрол спрятался. Нашел СФО. Есть подкоп. Хорошо. СФО отсюда убегает. Сюда перетягивается Evil Geniuses. Вчетвером. Но что они тут собрались сделать, неясно. Потому что СФО тут ушел. В итоге продолжает фармить лес. Также у нас Сумаил. Сделается стак еще в лесу. Тоже приятно для команды Liquid. Рано или поздно их заберут. И сделался, да, по-моему, стак? Знаешь, не хотелось бы перехайпливать Миракла. Потому что и так он получает очень много хвалебных отзывов. Но в этой игре такое ощущение, что рано или поздно нам придется. Валить его? Ну, посмотрим. Миракл 1 на 1 против Сумаила. Миракл довольно больно. Миракл пока что не перекачивается. Хладнокровно полностью в силу. Все нормально. Контролирует этот момент. Плюс 13 стиков у него имеется. Прекачался обратно в ловкость. И продолжает здесь отхиливаться в лесу. А Морфелинг далеко не самый быстрый по фарму персонаж. Потому что он там не может как-то быстро леса фармить. Зачастую там у дровки, например, есть вот эти стрелы, которые крипов убивают. Но Морф уже взял такие артефакты, с которыми он зафармит все, что угодно быстро. В мид выход от Evil Genius. Здесь нет вышки. Можно пойти дальше, попробовать кого-то найти. Ну, Снайпер тоже хорошая цель. Правда, проблема в том, что нет вардов. Варды тоже нужно поставить. Ставят пока ловушку. Там навстречу ему идет Кура. Кура уворачивается открыто, но Кура не отпустит. Ну, это Кура. Ну, это нормальный размен, да, который устраивает команду Liquid Ponson. Но еще и выигрывает времени очень много. За ним продолжается погоня. Кура кидает на себя. Там еще... Ой, ладно, все это. Неважно. В итоге забрали всего лишь саппорта. Заодно смог вылазку. Вынуждены возвращаться обратно на линии ЕГЭ. Они уже проигрывают 4000. Я просто смотрю, как боковые линии в этот момент начинают прям резко уходить в сторону базы Дайеры. Верхние и нижние одновременно. И у Майн-Контрола уже... Так, драка под Шрайном. Есть лип. Миркл разбудили. И, судя по всему, отдают здесь у нас сейчас Джаша. Джаша должен погибать. Хорошо. И еще, и еще. Стампида. Стампида. Есть врыв. Миркл превратился в Кентавру. Дает предварительно стан. Можно подцепить. Миркл очень больно превратился обратно в Кентавру. Убегает отсюда. Здесь на подсейф уже прилетел Кура. Есть привязка на завороте Крита. Отлично. Подцепили еще и Флай. Миркл идет вперед. Пока что в форме Кентавра. Есть лип. Флай очень больно. Шрапнель работает. Патумба тоже здесь. Флай погибает. Это еще не конец. Цепляет Крита. Крит тоже отправляется в таверну. Погоня продолжается за СВО. Есть подкоп от Майн-Контрола. Отлично. СВО тоже очень больно. СВО убежит ли отсюда. СВО. Нужно буквально еще один удар. Нет. Не отпустят его. Уверенно бежали. Я был уверен, что есть финсгрип у Бэйна. Но он только пятого уровня. Это была такая боль. Потому что без финсгриппа. Ну, опять же. Как? Каким образом? Там только один Сайлант Судровки. Сверху нападение. Ардизия. Ардизия. Кстати, это соло-фраг может быть. И он здесь уже. Просто Миракл вездесущий. Забирает фраг себе. Просто застрял немножко в змейках. Не страшно. Выберется. Если честно, если бы Миракл не подошел, то Джеш бы в соло забрался со змейками. У него там маны, нет? В айформу уткать и так. Оп-оп-оп. Все, пора выбираться. Нормально. Ох, как же тяжело ЕГЭ. Вообще ничего не получается. Ну, может быть, хотя бы еще раз Оракл забрать. Или кто здесь? Ну, подслип комбинации есть. Врывается здесь у нас на Санкинга. Пытается забрать. Но сейвит Кура. Майнконтрол живет. Шесть тиков у него имеется. Он их прожимает. Прячется в песочек. Убегает отсюда. Есть просветка. Но он успевает уйти на Балинке. В итоге фраг сделать не удалось. Уже больно. Буквально навалили. В итоге погибает Матумба. И Кура нужно тоже забирать. Успевает накинуть на себя Феллспромис. Прожимает шрайп. Пока что живет. Взрывается еще одна трэпа. Подбегает сюда уже Крит. Готов вкатываться. Еще одна тычка. Но Кура должен погибать. Да ладно. В итоге выживает. Еще одна трэпа. Как же много ресурсов тратит сейчас на саппорта команды Ликвид. И только сейчас Сумаил делает фраг. Да нет. Сейчас это как раз очень хорошо. Потому что они уже убили снайпера. Я вот хотел сказать о том, что насколько все круто у Ликвид. Потому что снайпер сбил Финсгриб Бэйну. За счет этого выжил Сэн Кинг. Был Феллспромис. Но зачем кидать Феллспромис на снайпера, когда можно кинуть Феллспромис на себя? Ну Кура там такое ощущение, что просто не ожидал, что их Сумаил в соло. Ну там слишком много урона. Действительно они так сблизились, что Пси Блэйс действительно... Ну это ошибка. Это серьезнейшая ошибка от Кура. Он должен был кидать Феллспромис на снайпера. Снайпер бы ушел. Кура бы сам подставился. Там пару дизайрмов кинул этой темп ларки. Вместо этого капитан команды Ликвид сделал вообще все не так, как нужно. И это первое результативное действие ЕГ. Прям такое хорошее. И помогает это им немножко прийти в себя, наверное. Да, ситуация по баунти рунам мы увидели чуть получше, конечно, обстоит для ребят из команды Ликвид. Ну и что? К Рошану отправляются Ликвиды. Забегает ЖАЖ. Потратили в это время скан команды Вилл Джиниусес. И прекрасно они знают, где находится их оппонент. Есть Змейки и Миракл начинает вместе с Матумпой разминать этого Рошана. Рошану довольно больно. Быстро разваливается. Вопрос только в том, пойдут ли ЕГ драться за него. Там даже ловушек не было, насколько я понял. И ЕГ непонятно, как они вообще могли бы сюда зайти. Может быть, Роспирит? Не похоже, что собираются, потому что в это время вообще собрались идти на Т1 вниз. Да они не знают даже. Видимо, нет. Вот только сейчас появилась опция для какого-то врыва, для Блиндаггера, для Кентавра. Но вот у Герошан уже упал. Аеги забирает себе Миракл. Матта Стайл готов. Дальше будет Скади. Да. Ну посмотрим, посмотрим, как будут отбиваться. Ситуация тяжелая. Но опять же, есть Роспирит, герой, который может перевернуть. Есть Темп Ларка. Это как минимум урон. Вот зачастую, если нет урона, ты смотришь и думаешь, ну перевернуть просто нереально. Здесь хотя бы есть урон. И в теории Темп Ларка может успеть убить того же Оракла до ультимейта. Но сейчас-то так и Дезолятор уже будет. Очень много урона будет. Вот. Вот от этого парня зависит очень многое. У него до сих пор нет Сайланса. Но Крит прекрасно знает, как нужно раскачиваться на Роспирите. Ему просто нужен левел, чтобы этот Сайланс получить. Видит Миракла. Есть Мог. Разривилил. Он сейчас должен спалить. Да, нужно уходить. Так, и врывается Миракл. О, вслепую буквально подкопали Крита. Здесь также врыв в контур, врыв от Сфо. Неплохо. Артизи получает Хекс. Пошла Стампида. На развороте за Джашем. Джаша стирают. О, е, е! Как же много урона от Сумаила. Вот он, изолятор. Изолятор работает. Миракл до конца. Врывается, забирает Сфо. За Артизи продолжается погоня. В это время Драка разделилась на несколько частей. Матумба бьется один. Но два удара от Сумаила отправляют его в таверну. Также отлично сыграно. Трипл килл Сумаил. Погоня продолжается за майн-контролом. Но там трудно, трудно подцепить этого Сенкинга. Есть просветка. Врывается сюда Миракл. Попытка забрать Сумаила. Сумаил успевает накинуть на себя щиты. Бьется до конца. Но урона слишком много. И он погибает. Да, потеря Сумаила стала критичной. Потому что очень круто ЕГЭ смогли вырубить суппортов. Вот как раз тот самый урон, про который говорилось. Моментально умерли Shadow Shaman и Oracle. Но даже так хватило ресурсов в Ликвид. Более того, у них до сих пор остается ЕГЭС. Вообще, крит, конечно, круто сыграл. Разревелил этот смоук. Начал какую-то такую драку, выгодную для своей команды. ЕГЭ смогли поставить снизу Вижен. И опять же, преимущество в 5000. Ну, это играбельно. Это тяжело, но играть можно. Можно попробовать. Попробовать можно, но ситуация далеко не самая приятная для команды LG. Вот если бы не погиб Сумаил. С него сбили стрик. За него отдали очень много денег. Если бы он не погиб, то было бы все отлично для ЕГЭС. Но вот последняя смерть, конечно, была явно лишней. Но, ладно, очередная вылазка от команды Evil Geniuses на чужую территорию. Но тут никого нет. Никого нет, они никого не найдут. Да, они пришли. Самое забавное, что у них стоят варды. Они видят, что никого нет. Но они уже сюда пришли. Ну, возможно, под тавр хотят выйти. Дизолятор есть, в принципе, под него. Можно довольно быстро тавр сломать. Да, под тавр хорошо, потому что у соперника ЕГЭС ты вроде как не хочешь драться сейчас с врагом. А, там Сумаил даже и нет. Там только дроп коломать. Да, сломают все равно очень быстро. Обе команды хорошо ломают ТВРА. Физического урона много. Аура дровки, рейнджевики. Ну да, Артизи вгрызается уже в Т2. Здесь у нас СФО контролирует неплохо. Под стан прямо летит у нас Сенкинг. Отменили. Но в итоге отменяет. Да, СФО очень круто зашел. Он зашел посмотреть, в эту точку будут ли телепорты. Увидел телепорты и увидел, что их отменили. Это значит, что можно здесь спокойно оставаться. А там на тайграунд заходит как бы у команды Вилджиниуса с Миракл. Вместе с Матумбой довольно быстро так же забирают Т3. Нужно с этим что-то делать. Прожали глиф, пошли Змейки. Отшел у Шамана. Жаж здесь. Врывается СФО. Есть старт по Мираклу. Миракл сэвид. Хорошо, его захиливают. Сейчас закончится дизарм. Можно дальше разваливать. Адаптив залетает. Наполовину пробили Флая. В это время продолжает падать. О-о-о! Флая просто застрелили с ультимейта. Делает байбэк. В это время падает Т3. Сумаил пришел, забирает Змеек. Ну что ж, Т3 забрали. Ликвид, я думаю, более чем довольный. Можно спокойно отступить. Миракл отцепляют. Но очень тяжело будет забрать его. Есть Фоллс Промис. Хотя, конечно, очень круто играет Миракл. Вот посмотрите, что он делает. Матумбо. Можно было подцепить, но Миракл сэвид. И в итоге не успевает. СФО закинут стан. Миракл укатывается на Роллинг Болдер отсюда. Погоня, наверное, не продолжится. Да, уже далековато находится Миракл. Там, возможно, кого-то еще из саппортов команды Ликвид удастся подцепить. Покатился опять Крит. Видит Джаша. Есть Хекс. Джаш. Нужно манцевать. ДП в откате у него. Он не может прямо сейчас начать его делать. За ним погоня продолжится. Но Джаша заберут, скорее всего, да. Когда Evil Genius'а спикали Орспирита, они не учли, что Миракл великолепно играет на Орспирите. Он просто повесил Бэйну Сайланс. Тот не смог уйти в Найтмар. И его пристрелил Снайпер после этого. Ну, вы все сами видели. Это великолепно было. Миракл отыграл все до мелочей. Если он будет так играть, шансов у ЕГЭ никаких нет вообще. А он так и будет играть. Как правило, он так и играет. ЕГЭ должны сделать что-то, что заставит его ошибиться. Потому что если на него не оказывать давление, он не ошибется. Да, я говорю, я до сих пор, мне в глазах игра, которую я смотрел, наверное, месяца два назад. В рамках к валмам. Я сейчас уже точно не вспомню. Но суть была... Ладно, это не важно. Здесь врывается на флай. Но тут, в принципе, ваншот практически для Бэйна. Причем он делал байбэк. Байне неприятно. Теперь очень долго ему сеять в таверне. А Майн Контрол побежал вперед. Здесь погоня за СФО. СФО уже без половины хп. Скоро пропадет Аегис. Буквально несколько секунд еще осталось этому артефакту. Так, подставляется Майн Контрол. Станом не достает СФО. Есть подкоп. Майн Контрол погибает. Врывается Миракл. Начинает Фоксити. СФО погибает. Отправляется в таверну. Сумаил здесь один. За Сумаилом погоня. Сюда потягивается Джаш. Есть контроль. Отлично. Врывается Миракл. Выталкивают подальше Сумаила. Сумаил тоже отправляется в таверну. В это время где-то забрали еще, я так понимаю, крита. Ну, крит как раз вот здесь снизу, около Рошпита, такой мини-спейс создал. Должны были в этот момент забрать Сэн Кинга под стан Кентавра, но Кентавр не допрыгнул. Так, это минус Т3, это минус сторона сейчас. Минус Т3 точно должна быть, потому что подходят крипы, Бэкдора нет. Миракл покатился вперед. Я не вижу никаких шансов такой игрой от Ликвид у ЕГЭ. И даже дело там не в пиках, драфтах, а просто, ну, против Флома нет приема. Единственный шанс победить команду Ликвид, это Тим Сикрет, возможно. Но, к сожалению, ЕГЭ это не поможет. Да, но это будет чуть позже, если эта игра закончится все-таки победой Ликвид. Это будет очень мемно. Для тех, кто забыл, ЕГЭ это у нас топ-3 первого мейджора, ЕГЭ это у нас топ-3 второго мейджора. На третьем все было по-другому, по-моему. А вот на четвертом опять они вернулись на третье место. Проклятие третьего места? Да, у них Проклятие третьего места работает. Как я вчера прочитал где-то, что ЕГЭ почти сломали Проклятие третьего места, но потом собрались и сделали все нормально. Так, ну что, возможно будет очередная драка сейчас, потому что подтягивают сюда игроки команды Will Geniuses. У них, конечно, все очень печально. 8000 преимущества за Ликвид, оно продолжает неуклонно расти. У Миракла уже появился Кадди, скоро появится такими темпами и Зерил Блейд. Нужно убить Оракла сначала, ну и дальше уже любого героя можно фокусить. Так, ну что, тут смог на смог какой-то будет? Да, смог разбивать Ликвид. Позиция шикарная у ЕГЭ. Йолнер появляется также для Матумбы. Пошла Шрапнель на разведку, видит всю команду в рассыпную ЕГЭ. Майн-контрол, поцепили ИСФО, начинает фокусить Кентавра. Флайо тоже больно, Флайо застрелили опять. ИСФО должен погибать, это уже минус 2, врывается Грид, не успевает. Только сейчас закидывает Багнетайс, но этого недостаточно. Он погибает, отправляется в таверну. Очень больно Артизи. Артизи тычка летит, фатальная. Нет, выживает Артизи. Пока что на ОХП убегает отсюда. ИСФО вернулся обратно после байбека. Майн-контрол раскастовывает Эпицентр, цепляет. Здесь еще ИСФО, забрали Сумаила. И ИСФО после байбека сейчас еще раз отправится в таверну, скорее всего, да. Как бы это ни было ГГЭ. Это ГГЭ. Я очень расстроен, что у нас такой вот получился для нас с тобой, Александр, матч в последний турнире, который мы комментируем. Но это просто был разнос. Никакой борьбы абсолютно. Все, что пытались сделать ЕГЭ, было недостаточно. Ликвид были на голову выше. Опять же, ЕГЭ состоят в шикарной позиции на хайграунде. Но Шрапнель, все видно. Первые начинают атаку с огромным преимуществом. И ЕГЭ... О, я бы сейчас посмотрел на их лица, но мы сидим напротив Ликвид. Мы немножко с другой стороны находимся. У Ликвид Покерфейс, если что, там все просто... Ну, знаешь, я думаю, они играют просто в свою игру. Не особо даже напряглись, мне кажется. Кура, по-моему, косынку раскладывает с начала этой карты. Причем, судя по его игре. Но зачем как бы напрягаться, когда команда... Команда играет вот так. Ну, на самом деле, это, конечно, шутка. Тем не менее... Ну, заметьте, Ликвид не торопится. Они не идут до конца. Они спокойно отступают. И хотят сыграть максимально на верочку. У них и так все хорошо. Если уж Ликвид не заканчивают, пользуясь случаем, передаю привет всем своим друзьям. Огромный привет маме. Сегодня, кстати, День матери. Да, кто не знал, позвоните, поздравляйте. Кому еще сами можем передать? Я вот не знал, на самом деле, что сегодня такой праздник замечательный. Вот. Буду... Звоню обязательно. Так. Я не знаю, какие сегодня еще праздники. Можете написать там по хэштегу потом. В титерке. День победы Ликвид над Evil Geniuses. Какой вариант? Ну, давайте, ребята. Может быть... Сейчас, сейчас, возможно, последняя... Сектор шансов. Ну, невероятная. Что-то. Самое время. Нужно врываться так. Покатился вперед Крит. Есть смог от команды Evil Geniuses. Но отступает Ликвид. Они просто аккуратно играют и не подставляются. Что же делать? Там полтора минуты еще до Рошана ждать. Крипсон Гвард уже в наличии есть у Майн Контролла. Боже, какие живучие Ликвид сейчас будут. Как их пробить, непонятно. Ну, что, затаились. ЕГЭ ждут, пока кто-то подставится. Ликвид понимает, что что-то здесь не так. Дайте шанс. Дайте Санкель прыгать первым. Майн Контролл пошел вперед. Здесь на Майн Контролла врывается Сумаил. Сумаил начинает избивать в итоге Оракл. Оракл погибает. Отлично. Это хороший первый минус. В это время забирают, правда, троих игроков. Команда Evil Geniuses. Майн Контролл погибает только сейчас. Сумаил делает байбэк. Вернется обратно. В это время погибает также Испо. Застрелили Артизи. Но там все печально. Да, там просто пока все это происходило. Там даже не Миракл. Там... Ну, Мираклу тяжело было. Он вынужден был кататься, что-то там кидать. А Матумба просто нажал правой кнопкой атаковать. И стрелял по кому позволял его радиус. А радиус позволял ему стрелять почти по всем. Но это Миракл. Ну, тут что подцепили Сумаила. Сумаил ни в коем случае погибать нельзя. Он только что делал байбэк. Флай пришел на помощь. Есть Мата Стайл. Ну, говорит, ладно, давай подеремся с тобой. Начинает грызаться во Флая. Есть уже там Ассасинец. Сейчас будет залетать Аснайпер. Опять застрелили Флая. Крит врывается. Но ему очень больно. А здесь уже вся команда Ликвид потянулась. И в итоге это, скорее всего, будет Кудгейм. Забирает у нас так. Что делает этот психопат? Он просто всово разобрался сейчас с тремя героями. Какая игра? Какая игра от Миракла? Да, это уже ничего не решало конкретно в этой игре. Но, боже мой. Я не знаю. Ликвид такой игры не показывали с седьмого вента. По-моему. Это именно те Ликвид, которых мы хотим видеть всегда. Потому что действительно просто невероятный геймплей. Мне кажется, Пупей сейчас должен собраться как следует. Ну, а Evil Genius'а поздравляем. Стабильность, признак мастерства. Я только хотел это сказать. Ну, как бы. Третье место объективно не самый худший результат. Да. Скажи это вот этому парню. Он рад третьему месту. Я вижу по его лицу, насколько он рад. В очках нет. Ну, знаешь, третье место это прикольно для тебя, когда ты сидишь, допустим, за стойкой комментатора. А когда ты постоянно на третьем месте, а хочешь побеждать, это вообще не круто. Ну, для соревновательной доты, да, я понимаю, прекрасно ты всегда хочешь занимать призовые места. Лучше, конечно, первые. А когда у тебя вот эта планка постоянно третьего места не дается, это немножко даже дезморалит, наверное, в какой-то мере. Это настоящее проклятие. С ним очень тяжело бороться. Вот такой у нас получился матч. Мы ожидали большего от матча, но, наверное, меньшего от Liquid, потому что то, что они показали, особенно во второй игре, ну, это был настоящий шедевр. Нас ждет интересный гранд-финал, максимально интересный. Но перед этим студия аналитики разберет для вас финал нижней сетки.